Екатеринбург. Какой проект не возьми, который бы был хоть как-то с территорией связан. Первая идея, которая возникает – граница Европы и Азии. Как будто бы это мана небесная и сверхкоммерциализируемая идея какая-то. Конечно, нет. И в данном случае, более того, есть Стамбул, который со своим слоганом «One Lab to Continent» является, по сути, лидером этой идеи и тем, кто на этой идее больше всего себя монетизировал. В этой идее для Екатеринбурга, как для идеи брендинга территории, нет никакого уникума. Потому что таких городов, якобы на границе их даже в Россию, десятки можно насчитать. Вот, пожалуй, заблуждение. Но поскольку эта идея витает в воздухе, она первым приходит на ум, зачастую первым делом пытаются ее подвинуть. Затем одна из ошибок – все пытаются быть столицами чего-то, сами себя короновать. В Екатеринбургу часто пытаются повесить. Мы – финансовая или деловая столица. Кому-то, не знаю, промышленная столица. Кому-то культурная столица еще повесит. Ребята, ну, позвольте, народ сам расставит все на места. Ваши целевые, ваши целевые универсии сами все расставят. Вы можете их к этому лишь подтолкнуть, показав ваши преимущества в этом направлении. И как-то издалека подчеркнув направленность, ну, сами себя короновать, ну, ребят, ну, может быть, вам приятно, но те, кого вы обделили, наоборот, будут негативно настроены в ваш адрес. И в итоге брендинг территории приведет к антирезультату. У вас не просто не повысится привлекательность, а вы, наоборот, наберете себе противников вашей идеи, которые будут вас критиковать за пределами вашей территории. Продолжение следует...